Добрый день! Меня зовут Кристина Короткевич и я нахожусь на одной из знаковых и старейших улиц Новосибирска – Советской. Здесь в этом году СГК заменит участок муниципального трубопровода. Всего в этом году будет заменено 4 километра муниципальных тепломагистрали на улицах Широкая, Выборная, Комсомольская и Невского. Планируемый объем инвестиций в 2023 году составит полтора миллиарда рублей. 7 февраля у нас действительно было подписано конституционное соглашение. В этом году мы приступаем к его реализации. Общий объем вложений по конституционному соглашению у нас составит 4,9 миллиарда рублей. Это является продолжением развития темы по обновлению сетей Новосибирска. В прошлом году мы приступили к программе в рамках откатильной 16 миллиардов и в этом году у нас добавилось конституционное соглашение на сумму 4,9 миллиарда. То есть суммарно с больше 20 миллиардов объем вложений будет как в сети нашей собственной компании, так и в сети муниципальные. Активная работа ведется, материалы завезены, частично уже на складах, часть докупаем и в ближайшее время определимся с подрядчиками, которые будут выполнять эти работы. С апреля, с мая работа должна уже начаться. Помимо крупных муниципальных магистралей будет отремонтировано 6 километров внутриквартальных тепловых сетей. Также запланирована реконструкция 300 СТП и строительство тепловых сетей на улицах Волочаевская и Техническая. К работам планируем приступить по окончании отопительного сезона. Обычно это у нас после майских праздников. Материалы для производства работ находятся в стадии закупки в настоящее время. Конкурентные процедуры по выбору подрядных организаций также находятся в стадии закупочных процедур. Всего в этом году на собственных и муниципальных тепловых сетях СГК заменит и капитально отремонтирует 19 километров тепловых сетей на 30 участках. В работу будет вложено более 4 миллиардов рублей. К другим новостям. Красноярский край, Кузбасс и Ревтинская Гресс обеспечили увеличение выработки электроэнергии в феврале. По итогам февраля 2023 года электростанции СГК выработали 7278 миллионов киловатт-часов электрической энергии. Это на 16-4 процента больше аналогичного периода прошлого года. Главными факторами увеличения выработки тепловой генерации в Сибири остается низкая водность и снижение доли гидрогенерации, а также более холодная зима этого года. На Красноярскую ТЭТ-3 прибыл статор генератора для стройчивости энергоблока. Он был изготовлен на заводе ЛСИП в Новосибирске. Также на станцию поступают части турбины с Уральского турбинного завода. К сборке агрегатов планируют приступить этой весной, а вся стройка должна завершиться до конца 2024 года. На Абаканской ТЭТ стартовали ремонт оборудования. Первым в текущий ремонт будет выведен котлоагрегат номер 3. Работы будет проводить подрядная организация «Сибирь Энергоремонт». Всего в этом году ремонтом будет охвачено все основное оборудование станции – 5 котлов, 4 турбины и 4 генератора. Капитальные ремонты пройдут на котлоагрегате номер 4, турбине номер 3 и генераторе номер 3. Вы можете сделать наше видео лучше. Пишите свои новости и идеи в комментариях. Спасибо!